Канадский доллар пострадал от недавно оглашенных данных по экономике Канады. Они были неожиданно для всех довольно слабыми. Это может стать причиной сокращения процентной ставки Центробанком страны. Но некоторые аналитики заявляют, что все еще впереди. Сегодня со мной на линии для обсуждения пары ОЗИ КАД, Эндрю Грэнсом и CIBC World Markets. Рынки включают в цену очередное сокращение процентной ставки Центробанком Канады. Думаете ли вы, что Луни сможет быстро покрыть недавние потери? Какой курс ОЗИ КАД можно ожидать через месяц? В данный момент рынки интересуют вопрос, снесет ли Центробанк Канады снова процентную ставку. Мы считаем, что этого не будет. Принимая во внимание прогнозы по экономике страны и то направление, в котором она движется, Центробанк уже ориентируется на очень низкий показатель относительно темпа роста экономики. На третий квартал прогноз по росту уже был пересмотрен. Для того, чтобы появилась причина снизить ставку, показатели экономики должны быть просто ужасными. Ставку уже сокращали в этом году. Второе сокращение нельзя назвать невозможным, но мы считаем, что Центробанк Канады не будет делать еще долгое время. РБА не хочет также делать решительные шаги для поддержания экономики, даже несмотря на зыбкое положение на рынке сырья. Какой теперь прогноз вероятен для ОЗИ, медвежий или бычий? Недавно ОЗИ доллар нашел хорошую поддержку относительно канадского доллара в лице РБА, который не идет на сокращение ставки. Если в Китае снова вырастет спрос на сырье ближайшие несколько месяцев или даже в начале 2016 года, ОЗИ доллар начнет укрепляться. Но учитывая то, как обстоят дела со спросом в Китае, удержание ставок РБА не спасет ОЗИ от падения в будущем, особенно к доллару США. Вы прогнозируете рост курса до отметки 0,98 практически достижения паритета в 2016 году. Не могли бы вы это детально прокомментировать, и в какой момент повышение ставки в США поможет этим двум валютам. Мы прогнозируем в основном боковое движение курса ОЗИ к ближайшим будущим. В следующем году ОЗИ начнет несколько укрепляться, как вы и сказали, достигнет паритета. Мы ожидаем, что ФРС начнет повышать ставки в сентябре. В заявлении этой недели мы вряд ли услышим какие-либо индикаторы повышения. Но опять-таки не думаю, что влияние повышения ставки ФРС кажется на одной валюте больше, чем на другой. Эндрю, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, наш выпуск подошел к концу. А наша команда подготовила для вас еще обзор прессы, новости индустрии и много другого. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!